итак господа всех приветствую я и я знаю что вы будете ждать это видео я знаю что вы будете его смотреть и за это вам огромный респект и уважуха непосредственно лично от меня и от всех кто связан с каналом про автолет и с проектом про автолет друзья потому что ну такую штуку мы ждали давно и она в принципе у нас уже находится довольно таки давно в подборе мы ждали отзывы от людей мы дождались отзывы у нас и уже приобретали мы людям подбирали и эта штука классная это один из видов противотуманных фар билет друзьям и вот так вот выглядит коробка ничего сверхъестественного кроме того как это самый популярный цвет 6000 кельвинов как вы не крутите ребят но вот многие сторонники многие противники но 6 . это самый популярный цвет из всех и блин люди просто фанатеют от него и в принципе если рассматривать так уж прям присматриваться то 6000 кельвинов в каком нибудь мощном устройстве это довольно таки хорошая тема а если учесть друзья что это еще и белая линзы это профессиональные вещи вот такие вот которые можно как универсальную вещь использовать допустим вместо фары да и на каком-нибудь квадроцикле мотоцикле можно использовать эти вещи у нас уже покупали даже вот вот такую вот линзу трехдюймовую друзья мои вот такая вот универсальная билает противотуманная фара на вот такой вот скобе у нас уже покупали люди и ставили их вверх на багажник экспедиционный по моему он называется объясню в чем прикол ставить большую балку это закрывать спереди все вот люди многие ставили они такие ну блин да но там вдали и свет и хорошо и как бы не засирается мы там бездорожье занимает очень много места то есть там кронштейн и прочь багажник вот это вот все 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 вот две вот таких вот линзы одну ребята ставили с левой стороны другую ставили с правой стороны вы будете смотреть у вас будет наоборот вот они их ставят занимает минимум места и здесь есть ближний свет и есть дальний свет то есть если вы ехали допустим по грязище вы забрызгали все фары туманки у вас вообще морды нет там все в грязи тут лабаж весь в грязи тут все в грязи вот эту штуку залить грязи вот там вот наверху ну прям надо постараться честно то есть возможно но надо очень сильно постараться вы их просто включаете по ближнему свету вас весь свет уходит вперед и вы видите все а если вам нужен дальний вы включаете точно также здесь еще и дальний свет у вас вообще просто тоннель световой метров ну по моему прям на много то есть там ближний метров 80 абсолютно 90 спокойно делается и дальний там вообще до полу километра лично на мое усмотрение вот просто тоннель просто тоннель свет это трехдюймовый ребят у них в комплекте идут вот такие вот скобы и есть еще уши которые по бокам соответственно там рено веста там lada ford ну короче вот там крепежа навалом то есть из этого всего люди уже даже мастерят и места где не предусмотрено под это все уже устанавливают и делают что это все предусмотрено и прям выглядит очень круто плюс это линза обтекаемости прочие всякие штуки ребят короче очень крутая тема очень и вот соответственно здесь еще идет вот такой вот крепеж вот такие вот скобочки пожалуйста то есть вы вот так вот прикрутили вот один вот сюда 2 вот так вот как она тут вот так да вот так вот прикрутили у вас вот пожалуйста туманка с четырьмя ушками да можно вот так вот развернуть и соответственно у вас вот одни ушки будут там выше другие чуть ниже то есть можно и так вот сделать тоже да если какая-нибудь toyota и там задекорировать его тоже можно ребят короче универсальность просто безумная помимо этого помимо этого вот эти вот линзы 45 ваттные они существуют в теплом свете существуют желтом свете если рассматривать 3 дюймовую линзу классно но то есть есть варианты различного цвета кому-то может быть холодный не нравится кому-то очень даже нравится яйцеобразная форма вот это обтекаемость и прочие всякие штуки короче просто белиссимо плюс еще гарантия двухлетняя мы уже даже нашли все косяки почему они могут дохнуть короче мы все это рассказываем при подборе что нужно сделать для того чтобы эти линзы ходили и служили долго и счастливо и вот у наших клиентов в принципе эти линзы уже у многих по два года выходили у некоторых полтора года ребят поэтому как бы мы там кое-что можем порекомендовать сделать и вы будете ездить счастливы и довольны а если уж вдруг перегорит то соответственно бога ради добро пожаловать за гарантии мы поменяем ну а так это вот универсальная классная тема ребят и я знаю что многие жалуются что они приобретали там разные другие фирмы не нашу да это делает нам дкшка вот и как бы они приобретали и у них там чет случалось там период там месяц два три запотевания жесткое короче ну бывают косяки бывают косяки у всех только те ребята они просто забирают и возвращают деньги а мы соответственно сразу говорим что нужно сделать для того чтобы это не происходило но мы сегодня с вами собрались не по этому поводу а по вот этому поводу и это все то же самое друзья то есть все те же самые крепежи все то же самое но ребят это 2 дюймов к это 2 дюйма посмотрите насколько меньше посмотрите насколько здесь меньше да то есть вот прям прям гораздо гораздо меньше вот вот и от крепежа да тут тут два крепежа вот по бокам два крепежа то То есть можно вот так, можно, соответственно, вот так. То есть, ну, в зависимости. И посмотрите, насколько она миниатюрнее, ребят. Это двухдюймовка. Очень прикольная тема тоже с воздухообменником. Здесь у нас, вот он, воздухообменник. Здесь есть воздухообменник. И здесь есть воздухообменник. Да, пожалуйста. Но насколько она компактная, блин, вообще класс. Прям в разы. Вообще прям крошечная, маленькая. Вот гляньте на сколько. Но она тоже обтекаемая. И вот мне стало интересно. А что же мы сможем, в принципе, сделать, предложить. Да, вот насколько она будет проигрывать большой линзе. Вот это мы сегодня и сравним. И еще момент, ребят. Вот смотрите. Здесь есть два крепежа вот здесь. То есть вполне возможно, ее можно, ну, грубо говоря, к чему-то металлическому прислонить. Да, вот так вот поставить. И отсюда винтами прикрутить, закрутить и поставить вот так. Допустим, на мотоцикл. Допустим, на квадроцикл. Да. Опять же, есть вот здесь крепежи и вот здесь крепежи. Есть штатный крепеж. Вопросов нет. Но вы, сделав отверстие, куда-то ее даже вставив, да. То есть вот поставили, допустим, в бампер куда-то в отверстие, да. Можете вот сюда и вот сюда прикрутить, с обратной стороны зафиксировать. И все у вас, пожалуйста, универсальная вещь. Классная. Полностью герметичная. То есть, ну, прям, 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 ну, вот, пожалуйста, еще два отверстия. То есть можно и вот так сюда поставить, да. И, соответственно, вот здесь вот так же прикрутить, прикрепить. И это все будет надежно. Что еще хотелось бы сказать в защиту данной штуки? Ну, больше к вот этой относится. С ней уже даже люди в ДТП попадали, к сожалению. Разбивали бампера, фары в хла. Вот эта штука вылетает куда-нибудь. Просто отрывается, вылетает. Люди ее потом подходят, берут, обратно прикручивают и дальше поехали. Вот как так? Она полностью такая вот бронебойная получается. Ну, прикольно, ребят. Короче, вот эта вот трешка, вот эта двушка. И, короче, мы сейчас их будем ночью сравнивать, чтобы понимать, а в чем же разница. То есть у них есть разница небольшая, но есть разница в цене. Многие же думают, за счет того, что она меньше, она будет прям гораздо дешевле стоить. Не, ребят, не. Она стоит практически тех же самых денег. Она просто миниатюрная. В производстве на нее тратятся практически те же самые деньги. Вот, поэтому как бы посмотрим. Давайте посмотрим и сделаем какие-то уже выводы по итогу в этом видео. Господа, у нас ночь. И мы сейчас, короче, вот тут вот мастерим. Чтобы у нас ничего не развалилось. Тец, тец, все работает. Давайте посмотрим сначала, как противотуманные фары светят, а потом еще и шторочки. Наверное, докинем, если у меня сил хватит и мозга, чтобы это все собрать. Итак, включаем. Так, ребят, ну вот как бы две шесть тысячка. Кто из них где, догадайтесь сами, да? Если я вам не покажу, конечно же, вы не угадаете, конечно же. Вы же умные люди. Вы сейчас сразу сто процентов догадаетесь, кто из них и где. Вот смотрите, ребят. Ну, наверняка сразу видно, что вот это вот сверху, это поменьше линзочка, да? То есть видно, что... Ну вот, смотрите, насколько она меньше светит. То есть если сейчас вперед подадим, сведем горячие пятна. То есть... Да, она просто светит поуже. Горячее пятно, вот, пожалуйста, плюс-минус идентичные друг дружке. Единственное, что могу выделить, смотрите, ребят, вот здесь вот над линзой есть прям такой синий-синий засвет. Это вот два дюйма. А вот если берем трешечку, то здесь этого синего засвета нет. Просто, ну, физически, наверное, они так вывели хорошо и свет распределили. А тут он есть, а тут нет. И вот если мы еще смотрим вот так вот, ребят, вот это светит чуть холоднее, а вот это светит чуть теплее. И вот цветовая гамма немножечко, немножко-немножко разная, ребят. Вот это шестерка прямо, а вот это вот ближе к 5500. Ну ладно, давай в коридор, Сэр. Ну и давайте начнем, друзья. Вот я вниз вот так вот направлю. Это, ребята, два дюйма. Вот, Саш, покажи, что это два дюйма, что я не вру. Вот. Вот, два дюйма, ребят. Вот она маленькая, вот смотрите, как она светит вперед. Ну, просто космический. Просто какой-то космический свет. Смотри, как круто. То есть, как туманка, она просто выдает какие-то космические результаты. Блин, это два дюйма, друзья. Это маленькая двухдюймовая линзочка. И вот трешка. Ну да. Трешка дает света побольше. Он понасыщенней. Он более такой тепловатый. Но при этом заливка получше. Света побольше. Свет пошире. И вот если мы сейчас перевернем вот эту двушечку, да. Ну, видно, что трешка чуть-чуть поярче. Хотя плюс-минус идентично. То есть, если вот свести, вообще будет сфера. Сфера. Но при этом вот двушка, она чуть поменьше света выдает. Чуть-чуть поменьше, ребят. Именно по ширине. То есть, она чуть-чуть поуже. То есть, вот сюда мы даже выведем. Смотрите. А, вот еще в чем прикол. Смотрите. Два дюйма, ребят. Вот, прям на непосредственно вот этих вот деревьях видно очень круто. Смотрите, насколько широко горячее пятно на два дюйма. Она потусклее, но она очень широко светит горячим пятном. И смотрите, какое горячее пятно здесь. Здесь более сфокусированный свет в центре и потом идут до света. Но его больше он шире. А здесь он более сконцентрированный. Но просто горячее пятно пошире, а до света уже прям слабенький-слабенький, ребят. Но и при вот этом свет великолепен. И при вот этом свет тоже великолепен. Давайте подключим дальний. Итак, мы открыли шторки. Сейчас вот все работает в секции дальнего света. Давай, Саш, вот туда. И вот так вот, ребят, светит дальний свет. Ну, видно, что на два дюйма его поменьше. И он как-то более такой разбросанный, да. А вот на трешке он прям сфокусированный классный. Классное прям пятнище. И трешка пересвечивает. И она реально потеплее цвет дает. Давай в коридор. Вот, ребят, поднятая шторка на двух дюймов. То есть, в принципе, неплохо. Неплохо. Но вот три дюйма. Ну и как бы два дюйма, три дюйма. Два дюйма, три дюйма. И три дюйма дает света побольше. То есть, если мы вот сюда сейчас выводим, мы тут прям видно колоссальную вот эту разницу, друзья. То есть, вот трешка дает света больше. Вот в этом вся и разница. Давайте подводить итог. Итак, что хотелось бы сказать, друзья мои, в окончании этого видео. В принципе, в принципе, очень круто. Очень, честно. Вот прям хорошо. То есть, именно как туманки. Как дополнительный ближний свет. Вместо ближнего света. Вот эти устройства великолепны. Опять же, это не внесение в конструкцию автомобиля. Если мы так будем разбираться в юридической части этого вопроса. То есть, это устройства, которые противотуманные. Можно куда-то, как я и рассказывал в начале этого видео, на экспедиционный багажник. У вас будет ближний и дальний свет. Они будут максимально всегда чистые. И это будет круто. Это на самом деле очень прикольная вещь. То, что двушка светит хорошо по-ближнему, это факт. На дальнем послабее. Трешка может сильнее. Но, опять же, здесь играет роль размер линзы. Поэтому такая штучка, друзья мои. Я вот как бы всегда призываю к тому, что есть вещи, на которые стоит обратить свое внимание. Дабы, если хочется прям хороший классный свет. Если не хочется хороший классный свет, существует куча всяких вариантов попроще. Ребят, это дорого. Это классно. Это умеет светить. Это умеет и имеет гарантию, друзья мои. Это еще и дополнительно, ну прям классное по герметичности устройство. Плавать с ним не нужно. Но, вот как показывает практика, даже по воде, по лужам ездить абсолютно спокойно у всех получается. То есть в резные, универсальные, не универсальные, в штатные места. Да, друзья, с этого можно сделать очень много всего интересного. Так что обращайтесь, если что, у нас эти вещи есть. Обращайтесь к менеджерам. Ссылки есть все вот там, вот внизу в описании под этим видео. Переходите, вам все расскажут, покажут, подберут. Посмотрим вместе, подойдет, не подойдет. И сделаем какое-либо заключение. Ну, а так, спасибо, что смотрели. Ставьте там лайки, сердечки, подписывайтесь везде, где смотрите. Вам спасибо огромное. И до новых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok